В подростковом возрасте, когда я начала слушать много зарубежной иди-музыки, я постоянно сокрушалась, что в Москве не проходит никаких концертов, и что артисты сюда не едут. Я хотела жить, не знаю, где-нибудь в Лондоне, для того, чтобы постоянно ходить на все концерты своих любимых групп. Помню, например, что я фанатела по Black Case. Когда была история с Pussy Riot, то многие группы зарубежные высказывались против политики нашей страны, и говорили, что из-за того, что Pussy Riot посадили, они точно никогда не приедут на гастроли в Россию. Помню, Black Case тоже сказали, что все, мы не ногой в эту страну, и я еще начала больше сокрушаться, чем раньше. На самом деле я была не права, в том плане, что в Россию приезжают, просто я концентрировала свое внимание на каких-то слишком весных и попсовых группах. Стоило мне немного расширить свои музыкальные горизонты, как я заметила, что в России постоянно проходят концерты. И вот как раз сегодня я хотела поговорить о музыке и о концертах в том числе, и посоветовать во всем чаще ходить, слушать живой звук. Часто было так, что я не слушала ту или иную группу, пока она не собралась приехать в Россию. И как только я видела объявление о каком-то будущем концерте, я начинала слушать эту музыку. Какое отличное сочетание! Ты слушаешь музыку, и ты точно знаешь, что ты сможешь послушать ее скоро вживую, и она тебе начинает нравиться, ты узнаешь для себя новую группу, плюс еще идешь на концерт. Второй вариант — это слушать русскую музыку и иметь возможность уходить на концерты, поскольку русские группы их устраивают не иначе, как в Москве. Причем, опять же, в подростковом возрасте я думала, что в России существует только два направления музыки — это попса и рок. Попса всегда воспринималась мной как что-то со знаком минус, что показывают по первому каналу, а рок — со знаком плюс, поскольку его слушали мои родители. Последние пару лет я начала слушать немного больше всего, что существует в русском музыкальном мире, и поняла, что есть много молодых групп, популярных в тесных кругах. При этом мне нравится их музыка, и они часто выступают. И знаете, это же очень удобно, чем менее известная группа, тем дешевле стоит билеты на ее концерт. А эмоции, которые я испытываю, они не уменьшаются от маленькой цены билета или от маленькой популярности тех людей, которые играют. Так что всегда можно найти что-то для себя и наслаждаться живым звуком. Вот и о живом звуке я тоже хотела рассказать. Так назывался концерт, на который я ходила неделю назад, на концерт группы DDT. Третий концерт Шукчука в моей жизни. Хотя этот человек, он настолько важен в моей семье. Это любимый папин исполнитель, и моего младшего брата назвали в честь него же. Есть шутка среди моих друзей, что меня тоже назвали в честь Шукчука, точнее, в честь его отца. Его звали Юля, я меня Юля. Но это всего лишь шутка. Но я не могу отрицать того, что Шевчук на мою жизнь повлиял. На концерт я сходила очень круто. Я стояла прямо у сцены и сама наблюдала за тем, как Шевчук смешно прыгает и танцует. Шевчук на мою жизнь. Шевчук на мою жизнь. Шевчук на мою жизнь. Шевчук на мою жизнь. А еще был классный момент, когда под конец уже Шевчук сказал, что вся эта музыка, которую они делают, они это делают для людей, и давайте смотреть на этих людей. И камера стала снимать весь зал и показывать его на экране, который был за спинами артистов, и, ну, естественно, те, кто стояли в первом ряду, их было лучше всего видно, в том числе и меня. И я не знаю, насколько вы сейчас у меня увидите, я просто снимаю то, как меня снимают, и мое лицо закрыто розовым айфоном, но вы пристально смотрите и поймете, где я стою, и там такая машу, вот так вот. Ну и раз уж я начала разговор с разбора ошибок молодости, хочу разобрать еще одну мою ошибку, посоветовать вам тоже ее исправить, если она в вашей жизни пока что присутствует. Я говорю о способе прослушивания музыки. Раньше я слушала ее в разнобой, просто если мне, например, нравилась группа, ну, допустим, я любила Arctic Monkeys, в лет 15 я забивала ВКонтакте поисковую строку в аудиозаписях Arctic Monkeys и просто начинала включать подряд те треки, которые мне предлагал ВКонтакт, в той последовательности, которой они высвечивались. Потом в моей жизни появилась Apple Music, и я наконец-то, слишком поздно, мне кажется, но наконец-то осознала, как круто слушать альбомы целиком, треки именно в той последовательности, в которой они созданы, в которой их разместил артист. Во-первых, это дань уважения творчеству того музыканта, который вам, видимо, нравится, раз вы слушаете его музыку. Во-вторых, это знакомство с альбомом как каким-то цельным произведением, коим альбомом и является по своей сути. В каждом хорошем альбоме есть определенная логика, по которой вся музыка выстроена, и если ты слушаешься в разнобой, ты просто эту логику игнорируешь. Включить вам просто альбом Аксимирона Горгород, где между треками идет голос девушки, которая как бы общается с главным лирическим героем всех треков, и там это все настолько связано, это прям как законченная история, как будто ты прочитал роман. Слушайте, пожалуйста, альбомы, и получите много удовольствия, как и я. Продолжение следует...